Счастливый город Помоложе тоже смогут Перед вами уже разложена эта игра В процессе партии игроки будут строить свой город И выигрывать тот участник, который сможет достичь максимального уровня счастья в своем городе Что это значит? То есть у меня вот есть первая карточка начальная Я сюда буду в процессе партии докупать себе за монетки новые карточки И в конце мы сравним, посчитаем количество сердечек на карточках Количество человечков, перемножим их У кого будет максимальное значение, у того самый счастливый город Самый счастливый игрок Соответственно победитель Все супер Очень приятная тема у игры Сейчас попробуем буквально сделать два хода, чтобы был понятен процесс игровой И я надеюсь, что все мы продемонстрируем таким образом Значит, начинается игра с того, что... Это я рановато открыл карточку Начинается с того, что каждый участник получил подъем монетки по карточке Начальный хэппи-маркет Первая фаза игры получаем по одной монетке еще с рынка Потому что у нас здесь в левом нижнем углу карточки обозначено, что мы должны взять одну монетку Далее первый игрок вскрывает три карточки Обратите внимание, я могу открыть три карточки из любых колод Но здесь обозначено на рубашках значение Стоимость покупки карточки То есть здесь у меня до трех монет Здесь до пяти монет Здесь до девяти монет То есть эту карту в первом раунде я никак не могу купить Напоминаю, что у меня всего три монетки Поэтому логично открыть три карты из первой колоды Давайте поближе с ними познакомимся, с этими карточками Значит, в левом верхнем углу у нас стоимость карты, три монетки В правом верхнем углу тип карточки, о нем позднее немножко В левом нижнем вы уже знаете то, сколько дохода карточка будет приносить нам каждый ход И сердечко То есть бывает у нас либо сердечки, либо человечки справа внизу Мы как раз будем в конце их перемножать Как мне выбрать, какую же карточку купить? Давайте посмотрим Эта карточка стоит три монетки Будет приносить мне одну монетку в ход и одно сердечко Вроде бы неплохо, но я останусь совсем без монеток, если ее приобрету Как-то немножко грустновато Давайте посмотрим на фабрику Фабрика стоит всего одну монетку, это классно Будет приносить мне одну монетку в ход Но фабрика это наводит ужас и бедствие на город То есть в конце партии я вычту одно сердечко из своего пулу сердечек В общем, один из участников у меня здесь явно несчастье Мне, конечно, хочется построить фабрику по производству настольных игр от стиля жизни Которая будет приносить всем только счастье Лайки Кстати говоря, наше руководство так и сделало То есть несколько лет назад в Москве открыли производство настольных игр Явно повысили качество жизни москвичей и даже других городов России Тех, кто, конечно, играет в настольные игры В общем, большое спасибо нашей компании за это Собственно, что получается? Значит, эта карточка мне не нравится, потому что дороговато Эта карточка мне не нравится, потому что она приносит несчастье Здесь еще какой момент, смотрите, интересный В правом верхнем углу тип карточки Зачем он нужен? Здесь вот есть у нас особые карточки, которые приносят особенно большие бонусы Только одну карточку такую в процессе партии может игрок получить Собрав необходимую комбинацию типов изданий То есть, например, чтобы вот этот вот замечательный домик с единорогом Мне получить с тремя сердечками Мне нужно собрать одну фабрику Один Disney, один домик с печкой Один домик с колоннами Я вижу, что если я куплю себе магазин цветочный То вот этого значка вообще не встречается на этих карточках То есть, в долгосрочной перспективе эта карточка мне не очень нравится Еще и с этой точки зрения В общем, что я решаю сделать в результате? Решаю сделать еще одно действие, которое возможно в этой игре Я ничего не покупаю, пропускаю ход, получаю себе одну монетку И передаю слово Марии, которая, надеюсь, уже решила, что она приобретет себе магазин цветочков за три монетки И будет все хорошо Так, у меня тут сразу вопрос Только три карточки может находиться? Да, максимум три карточки может в открытом виде находиться из этих колонн Ну, вот я куплю себе цветочный магазин Отлично Мария, покупай цветочный магазин Спасибо большое тебе за оперативный Становлюсь бедняком после этого Да И, кстати, я только сейчас подумала Если вы объясняете современным детям эту игру Можно сказать, что это лайки и репосты И как бы все становится долго понятнее Да, кстати, нормально Кстати, нормально Значит, ход возвращается ко мне У меня есть такая карточка-напоминалка Что когда ход вернется к первому игроку У нас фаза получения дохода Я получаю одну монетку Мария получает две монетки Что я делаю теперь? Теперь, как вы помните, мне нужно открыть карточки до трех Но я могу перед этим одну из карточек доступных снять с игры, сбросить Я так и сделаю Для того, чтобы мне вот из этой колоды вскрыть сразу две карточки Поскольку у меня целых пять монет Я уже себе могу позволить более дорогие к покупке Смотрите, здесь классная карточка-гараж Которая мне будет приносить две монетки в ход И еще одного человечка Я как раз, скорее всего, на нее и потрачу свою сумму Музей тоже прикольный, два сердечка Но, к сожалению, он не приносит совершенно мне никаких монеток Поэтому пока его покупать, я думаю, преждевременно Собственно, вот такой игровой процесс То есть мы каждый ход решаем, какую нам карточку купить И почему мы должны это сделать Игра заканчивается тогда, когда у нас будет в нашем ряду Вот так вот Десять карточек, то есть пять плюс пять После этого, когда игрок покупает десятую карту Следующий игрок делает последний свой ход И мы подсчитываем как раз-таки уровень счастья нашего города Собственно, правила довольно простые Я вот тут еще заметила, что как бы вот первая начальная карточка Которая счастливый рынок У меня она какая-то двусторонняя Да, двусторонняя Абсолютно верно, Мария Спасибо, что обратила на это внимание Чтобы усложнить игру Здесь добавлены экспертные правила И некоторые особенности в карточках Во-первых, двусторонняя карточка рынка На другой стороне вы видите, что уже есть тип здания Поэтому с ее использованием будет легче приобрести одну из вот этих особых карт Плюс у нас есть колода не розовая, а более красная, я бы сказал Особых карт с действиями То есть когда мы их покупаем, сможем выполнить сразу то, что на них написано Например, если мы эту карту получим, то следующая карта будет бесплатной для нас Если эту карту мы получим, то мы получим целых четыре сердечка Но нужно будет сбросить последнюю карту в нашем ряду И немедленно заменить ее ей Ну нормально И так далее То есть у нас целая колода Здесь она большая Добавляет реиграбельности еще к тому же Таких особых карт Значит, сейчас мы поговорили о счастливом городе с точки зрения игрового процесса Я еще хотел бы пару слов сказать Как продавец с точки зрения продаж Мне кажется, что игра, игрушка максимально универсальная Если вы вообразите ситуацию, что мы находимся в магазине настольных игр и к нам пришли покупатели То она подходит абсолютно под практически любой запрос Например, пришли, нам нужна игрушка, чтобы играть четверо, но чтобы обязательно можно было и вдвоем сыграть, и чтобы не очень дорогая Что можете предложить? Счастливый город Нам нужна монополия Но монополия у нас уже есть что-нибудь типа С банковским карточками у нас тоже уже есть что-нибудь типа монополия Счастливый город Смотрите, здесь дома Строим здания Получаем доход Но только в конце все счастливы Никаких банкротств, никакого разорения Никакого Никакой печали Далее Мой любимый запрос, когда приходит человек в магазин и говорит А что, у вас здесь настольные игры? Что, вот сплошные страшилки, да, у вас здесь? А мы? У нас счастливый город Вот Соответственно, я думаю, что можно будет очень широкому кругу игроков ее предложить То есть и продвинутым игрокам, которые хотят разложить что-то большое Но по каждому пока все соберутся, быстренько поиграть Счастливый город, игрокам с детьми Если мы вдвоем хотим поиграть, тоже классно В четвером отлично Взять ее Знаете, еще бывает такой запрос Что-нибудь с собой, компактное Но только не на ловкость У нас уже добыль есть, все есть Вот, пожалуйста, вам счастливый город В общем-то, это все, что я хотел рассказать об этой игре Я чуть-чуть добавлю информацию от авторов этой игры Ну, чтобы вы понимали Здесь не просто облегченный и усложненный вариант игры Она изначально разрабатывалась с некоторой идеей Идея стояла в том, что есть игроки, которые любят стратегические игры Любого формата и уже умеют в них играть И поэтому им, скорее всего, простой вариант, в принципе, изначально уже не будет интересен А вот вариант усложненный, они могут начинать в него играть сразу То есть если вы, в принципе, любите стратегические игры То можете сразу брать усложненный вариант Игра маленькая, ее можно взять в дорогу Авторы, как любители стратегических игр, очень хотели Именно такую дорожную стратегическую игру И вот так родилась идея данной игры Облегченный вариант, он более семейный Можете поиграть с детьми, как бы И с теми, кто, в принципе, со стратегическими играми не знаком Его можно в том числе использовать для того, чтобы познакомить Ну, начинающих игроков с стратегиями Используя, ну, как я уже сказала, какие-то понятные термины Современные, как лайки, репосты Либо мне эта игра всегда напоминала чем-то Sims То есть, в принципе, по аналогиям очень много вариантов можно использовать Субтитры создавал DimaTorzok